Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, как всегда в это время мы обсуждаем с вами текущую ситуацию на финансовых площадках, говорим о том, что есть, что было и что будет, чем сердце успокоится, вот примерно об этом. Надо ли, чтобы оно успокаивалось? Ну, видимо, в каком-то, не совсем физическом смысле. Итак, мы говорим сегодня о том, что глобальные рынки выглядят достаточно оптимистично, есть ли для этого повод, о поводах и пойдет разговор, и я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. В гостях Николай Кощеев, директор аналитического департамента промсвязь банка, добрый вечер, Николай. Добрый. И Владимир Колычев, главный экономист Росбанка, добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, либо вы можете задать вопрос, написав на сайте finam.fm, и мы на него с удовольствием, я надеюсь, ответим. Итак, 1804 в Москве, я начну с того, что традиционно посмотрю, как выглядят на этот момент основные мировые индикаторы. Итак, картина маслом на 1804. Что произошло сегодня с отечественным рынком? Он сегодня разнонаправленно и практически нулевую динамику показывает под закрытие. Индекс РТС вырос на 0,2%, 1544. Его текущая котировка ММВБ, напротив, снизился на 0,1% и в районе 1501 находится сейчас, ну, по крайней мере, выше этой отметки. Значит, Европа тоже сегодня вяло в плюсе, FTSE 100 прибавил 0,3%. Американцы вчера обновили максимумы, да, CP сделал 1555, насколько я помню, Dow Jones тоже был неплохо. В общем, там, видимо, оптимизм тот самый, который мы и будем сегодня искать. Сырьевые рынки и Forex выглядят тоже разнонаправленно. Бренд выше 110 забралась, 110.45 за бочку золота делает сейчас рывок последние два часа и стремится к 1600 долларов за унцию. Ну, а евро-доллар, уверенно, ну или не очень пока еще, но, тем не менее, выше 1.30 и в моменте 1.30.66 его текущая котировка. Набор голубых фишек сегодня также разнонаправлен. Лидер падения автоваз 2,5%. Далее процент теряет Северсталь и в плюсе, ну, лидером сложно это назвать, полпроцента Аэрофлот прибавляет Газпром 0,3%, и уралкалий 0,6%. Вот примерно такова картина маслом. Начинаем мы беседу. Еще раз, уважаемые гости, рынки все-таки, да, полны или не полны, но все-таки оптимистично смотрят, как мне кажется, ну и как, по крайней мере, показывают текущие котировки. Есть ли для этого повод, Николай, как вы считаете? Слушайте, кто ищет, тот обрящет, и повод всегда найдет. Но, на самом деле, я вот эту вот текущую ситуацию, которая продолжается не одномоментно, а какое-то достаточно протяженное время. Совершенно верно. Назвал бы, пожалуй, что это все-таки английское слово, бы заранее, простите меня за это. Но оно эфирное, хотя бы. Ну, вполне, по крайней мере, в английском варианте. Infliction point, потому что вот эти новые максимумы, которые достигли американские индексы, это третий горб у верблюда, да, всем известного. И вроде как, если на эту картинку посмотреть еще глобальнее, да, теперь надо сходить далеко вниз по S&P, после чего устроить многолетний бычий рынок, да. Потому что некая такая закономерность, она прослеживается и смотреть на S&P на длительном весьма историческом промежутке времени. Вот, но времена мы живем необычные, безусловно. И чтобы подчеркнуть эту необычность, я приведу сейчас три цифры, которые я запомнил более-менее. Одна из них такая достаточно символичная цифра для нас, для всех. Барри Ридхольдс есть такой человек, который ведет популярный экономический блок, весьма американец. Вот он посчитал вот с 9 марта памятного 2009 года, насколько какие активы выросли. Ну, в частности, там по лидерам американские акции, там более 140 процентов, по-моему, те самые 146 процентов, над которыми мы любим смеяться по некоторым причинам. Вот, ну, развивающиеся рынки там что-то чуть ниже, но, в общем, тоже такие хорошие величины за это время. Однако он забыл указать одну такую серьезную символическую величину и считать ее лучше, наверное, все-таки с сентября 2008 года, когда это все началось, несколько раньше, чем случилось. А, кстати, март 9-го он выбрал именно потому, что... Потому что это была таинфлейшн-поинт, это дно было. Вот, акуя началась раньше, вот она началась в сентябре 2008 года. Вот, и с тех пор денежная база США ниже активов ФРС выросли на 202 процента. Если считать с марта, когда то, что называется, догоняли и добивали, рынок, это порядка 75, что ли, процентов рост составил. Денежная база в Китае с этого момента где-то на 80 процентов увеличилась м-ноль, потому что денежная база прямо под руками мне не оказалась. Ну, пусть примерно будет индикатор денежного предложения, там, хотя бы такой, да. Вот, больше всех денег напечатал в конечном итоге все равно Центральный банк Китая, если сравнить с тем, что было когда-то. Но, в общем, все хорошо печатали деньги, поэтому понятно, что, конечно, этот третий гор пришелся на весьма специфический период времени. Понятно, что мировая экономика находится в состоянии такого изрядного искажения привычных законов, рынки в еще большем состоянии искажения привычных законов. И многие опытные люди, которые десятилетиями буквально за ними так или иначе наблюдают, так или иначе с ними играются, находятся в некотором недоумении по поводу того, что иногда на них случается. Короче, я думаю, что время вот так называемых tail risks, то есть хвостовые риски, да, вот из этой, из нецентральной части распределения, да, время, конечно, не прошло. Что касается России, то большая часть наших рисков как раз лежит вот в этих вот хвостах. Мы родина черных лебедей на сегодня. Не в том смысле, что они всегда печальные, да, но в том смысле, что они лебеди, которые выскакивают из какой-то темноты. Неожиданно всегда. Я понял. Владимир, ваш взгляд на вещи, на текущей ситуации, оптимизм, если он есть, да, и в чем, собственно, его причина? Ну, наверное, рынки пытаются увидеть оптимизм в основном в том, что происходит в Америке. Там видно даже сегодня новые данные по оптимизму в секторе малого бизнеса показали, что там оптимизм растет. В то же время в Европе мы продолжаем видеть, что пока европейская экономика борется с, так скажем, со структурными реформами в бюджетном секторе. И Китай, вроде бы, после некоторого стимула осенью прошлого года тоже прекратил замедляться и сейчас начал потихоньку ускоряться. С моей точки зрения самое, наверное, оптимистичное, если надо искать оптимизм, наверное, действительно происходит в Америке, потому что за это время вот эта политика довольно дешевых денег и роста денежного предложения, она помогла частному сектору, в основном домохозяйству, снизить долговую нагрузку. И вот сейчас есть такой показатель, допустим, как платежи по долгу к доходам населения. Соответственно, он снизился почти на 50% за это время. Понятно, что в основном большая часть, если я не ошибаюсь, 50% этого снижения, это на самом деле не снижение долга, а снижение платежей за счет того, что ставки по кредитам, в том числе моргичу, пали. В любом случае, населению американскому кажется, что оно теперь может больше расходовать вот это падение тех платежей, которые им раньше приходилось отдавать за кредиты, они могут теперь отправлять на расходы, соответственно, это поддерживает экономику. Наверное, там весь оптимизм пытаются искать, и Европу в конечном итоге отчасти это выплеснется на то, что в Европе хотя бы будет не такая глубокая рецессия, как была в прошлом году. То есть правильно я понимаю, что у нас, в принципе, единственное поле для оптимизма там вот за океаном? Ну, с моей точки зрения, да, потому что в Китае в основном все та же политика, то есть очевидно, что Китаю нужно перестраиваться на новые структурные рельсы, и он там, с моей точки зрения, у него очень похожая ситуация на нашу, то есть им тоже надо либерализовывать много рынков, и у них также есть много, так скажем, бенефициаров той системы, которая сейчас у них сложилась, и они будут препятствовать этим реформам, и не совсем понятно, смогут ли новые лидеры все-таки продавить эти реформы и там избежать так называемого тяжелого приземления. — То есть есть, у Китая еще есть, да, куда приземляться, что называется? — Конечно. — Мы все ждали такого тяжелого приземления еще в осенью прошлого года, но вроде бы вот четвертый квартал, да, начало этого года, да, хорошая статистика более-менее. — Ну, по сути, они сделали, что они раньше делали, они накачали немного ликвидности в инфраструктурные проекты, соответственно, если вы посмотрите на структуру ВВП, то инвестиции в Китае составляют 50% ВВП, и инвестиции во многом именно помогаются госсекторам, соответственно, это довольно эффективный рычаг для того, чтобы экономику подтолкнуть. Но он, очевидно, неустойчив, то есть если смотреть, допустим, даже на тот же долг, там, корпоративного сектора или госсектора, или сектора муниципальных образований в Китае, то он за последние 10 лет вырос довольно существенно. То есть Китай постепенно начинает приходить к ограничению такого роста за счет госсектора, за счет инвестиций. — Хорошо. Ну, собственно, сейчас мы послушаем новости, с удовольствием послушаем новости на Финам.ФМ. Осталось немного времени для этого, а потом продолжим искать поводы для оптимизма, все-таки наверняка их не так мало. Новости на Финам.ФМ. Итак, продолжим наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Николай Кощеев, директор аналитического департамента Промсвязьбанка, и Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. И мы все вместе ищем поводы для оптимизма на глобальных рынках. Один из них нашли, все-таки, наверное, это Америка. И ее умеренные восстановления и рост неумеренных фондовых индексов дают основания говорить, что все-таки американцы, они оптимисты по жизни, видимо. Ну, я очень рад за них. Это замечательно. А что из других точек земного шара? Веет оптимизмом, как вы считаете? Знаете, дело в том, что оптимизмом веет просто перманентно. Например, энергетическая революция, которая разворачивается на наших глазах, определенно веет оптимизмом. Он сегодня прочитал, что японцы собираются добывать газ, который находится в замороженном состоянии под домом моря, в 50 километрах от побережья. Видимо, активизм не для нас. Хансю, но я рад и за японцев тоже. Ну, с их технологией, я думаю. Человека-любивые, гуманисты. Вот. И утверждается, что на 100 лет им для снабжения своего острова, и не одного острова, извините, а всех островов, конечно, японских, хватит этого газа, который они собираются забуривать. И называется это Burning Ice. То есть даже название есть «Горящий лед», то есть нечто, что уже знакомо людям. Чудеса со всего мира. Дело в том, что у нас есть одна проблема, которая нам, лично мне, вот она мешает быть таким оголтелым оптимистом, хотя вообще-то никогда не являлся, по большому счету. Ну, хотелось бы. Вы всегда с улыбкой в этой студии появляетесь? Да я стараюсь везде появляться с улыбкой, как чеширский кот, и с улыбкой же исчезать потом. Так же, как он, Даня. Да. Неожиданно. Вот, дело в том, что, да и две вещи, на самом деле. Первая вещь, она заключается в том, что реальные доходы американцев, да, которые должны обеспечивать, по идее, потребительский бум, да, по крайней мере, поддерживать потребительскую парадигму экономики, которыми именно сегодня они показали такой эффективный рост в конце прошлого года по причине чрезвычайных дивидендов, которые там платили некоторые накешившиеся компании с большим объемом кеша на их балансах американских. Но затем все это сошло на нет, и, в общем, на самом деле, по-прежнему доходы находятся в реальном выражении располагаемые на уровне порядка 4,5% ниже того, что было до кризиса. Ну и ладно бы, казалось бы, и бог бы с ним, да, но дело в том, что нет никаких оснований на сегодня ожидать, что эти доходы начнут бурно расти по какой-то причине. Даже если безработица вроде как снижается, да, но, как мы знаем, она снижается не особо за счет качественных рабочих мест. Расслоение материальное продолжается благополучно и весьма высокими, на высоких уровнях. Первый момент, то, что средний класс по-прежнему не реанимированный, поэтому говорить о том, что какая-то парадигма сменит кредитную парадигму поддержания потребления, пока, ну, не получается, да, несмотря на желание здесь быть оптимистичным и ожидание, что что-то сменит. Не, ну я имел в виду, не до такой степени, чтобы мы меняли всю действительность. А никуда не денешься, она будет меняться помимо нас, потому что, ну, понятно, что то, что отжило, все должно как-то трансформироваться. Но, видимо, не все это понимают до сих пор, или почему упираются? Ой, вы знаете, я думаю, что, на самом деле, судя по чистоте, с которой появляются вопросы, да, к экономической парадигме, к тому, что будет завтра, не у нас, конечно. У нас, любимый взгляд, это в прошлое, вот, слава богу, еще не очень далекая, потому что, на самом деле, если покопаться, наверное, индустриализироваться по Петру Первому, возможно, тоже, да, при определенном напряжении силы. Конечно. Интеллектуальных в том числе. Вот, я имею в виду там, господа, которые на острие, так и то, что называют, судя по тому, что стали появляться публикации довольно настойчиво по поводу влияния на экономический рост вот этого материального неравенства. Тема стыдливо обходившаяся на протяжении длительного времени, потому что есть определенные стереотипы восприятия для западного мира, что там господство среднего класса и так далее. То, что он постепенно растворялся из-за, кстати говоря, повышения, прежде всего, производительности труда или же затем из-за подъема Юго-Восточной Азии. Ну, значит, ладно, слишком долго говорим на эту тему и обсуждали ее раньше. Вторая тема, которая, очевидно, технологическая, то есть, на самом деле, должны быть желательно, скажем так. Хотелось бы, чтобы быть уж таким оптимистом, сияющей улыбкой и розовыми щеками, да, что вместо того, чтобы инвестировать, скажем, в недвижимость, мультипликативный эффект от инвестиций в недвижимость весьма, скажем так, относительный, да, это, в принципе, не шибко производительный актив сам по себе. Даже если вы что-то там сдаете в аренду потом, от чего растет ваш ВВП, американцев он, кстати, не очень растет, потому что я считаю это ВВП таким специальным образом, очень интересным для того, чтобы сгладить вот эти вот эффекты, о чем можно тоже отдельно поговорить, когда-нибудь при случае. Вот. Хотелось бы, чтобы был какой-то производительный актив. В принципе, такой актив присутствовал на протяжении многих лет, 30 примерно, в том или ином виде, да, потому что, что бы ни происходило с глобальным миром, это происходило прежде всего потому, что большие инвестиции направлялись в информационные технологии, глобализации мы обязаны, глобальным сетям скоростным, да, глобальным финансовым площадкам, которые тоже реализованы электронным образом. Вот сейчас такая немножко стагнация в этом смысле, потому что новая какая-то технология, которая требует очень больших инвестиций, ну, как всегда, такие технологии нарождаются потихонечку, да. Конечно, энергетическая составляющая будет одной из основных в этом направлении. Если посмотреть на план того же Китая, нашего, да, уважаемого, на 12-ю пятилетку, они вот такие архаичные для нас используют термины пятилетка, да, но при этом что-то делают, тем не менее. И там два, как минимум, пункта из примерно десятка пунктов, если мне понять не изменяет, а то и три посвящены энергетическим вопросам. В том числе не только добыча альтернативных источников энергии, кто бы не сомневался, что они уже сейчас разведывают свои сланцы. Никто вот не сомневается, потому что об их инвестициях я слышал еще год назад. Туда, причем достаточно серьезных миллиардов долларов, которые туда направляются. Вот, ну и экономии тоже, то есть они, в принципе, держат нос по ветру, который ветер у них пока такой экологически не очень хороший, и поэтому приходится, видимо, этим заниматься тоже. Но они вообще очень стремятся к тому, я так понимаю, чтобы догнать и перегнать. Просто они это делают без истерики, там, и барабанного боя, достаточно разумными методами, постепенно, но неуклонно копируя какие-то вещи. Кстати, вот если, да, Николай заговорил о проблеме альтернативного топлива, Владимир, как вы видите, насколько быстро, что ли, да, эта проблема может быть решена, и вообще в какой плоскости? Действительно будет ли это залежи сланцевой нефти и сланцевого газа? Ну, это, по сути, не альтернативное топливо. Это скорее альтернативный способ его извлечения, чем альтернативное топливо. Ну вот, если пытаться фундаментально найти позитив и оптимизм, там, в той же Америке, то, наверное, его проще всего искать как раз в энергетическом секторе. То, что произошло уже там в секторе газа и то, что сейчас происходит с добычей нефти, оно, в принципе, там, наверное, дает надежды на то, что в американской экономике происходит даже некоторая реиндустриализация, если хотите. Многие производства промышленные, которые сильно завязаны на газе, там, химическое производство и другие, они уже начинают либо новые мощности открывать в Америке, либо, в принципе, закрывать где-то в Европе, где, там, российский дорогой газ, и открывать их в Америке. Это, там, способствует в том числе и росту занятости. Но я соглашусь с тем, что tail risk, да, основной, наверное, сейчас в американской, во всяком случае, экономике, хотя tail risk — это такая вещь, которую редко можно предсказать, с моей точки зрения... К тому он и tail, да. Да, к тому он и tail. С моей точки зрения, это как раз вот выход, наверное, из той политики, которую проводил ФИЭТ на протяжении последних пяти лет, пяти-четырех лет. После кризисных уже, да? После кризисных, да. Буквально опыт последних нескольких месяцев показал, что как только американская экономика начинает расти быстрее, даже если ФИЭТ ничего не делает, то мы видим, что процентные ставки растут. И к чему мы возвращаемся? Мы возвращаемся к тому, что, о чем мы говорили буквально 10 минут назад, к тому, что те же платежи по долгам домохозяйства, они начнут так же расти, и это будет так же ограничивать... Ну, это замкнутый круг, получается. В каком-то смысле, да. Ну, вот единственное, о чем как раз Николай говорил, о том, что единственное, что его может разомкнуть, это какой-то технологический непрорыв. Новая парадигма. Новая парадигма, она просто неизбежно появится. Вопрос, сколько времени это займет, потому что, на самом деле, мы знаем, что, например, выход из Великой Депрессии занял весьма длительное время и кончился не очень приятными событиями. Я тут хотел о масштабах немножко просто проиллюстрировать выступление коллеги. Итак, на сегодня денежная база, это примерно активы ФРС США, это 3 триллиона 700 миллиардов долларов. До кризиса долгое время она была абсолютно стабильной, держалась в районе от 800 до 900 миллиардов долларов. Значит, в марте, славном, который мы сегодня упоминали, 2009 года, наставляла порядка 1 триллиона 600 миллиардов долларов. И можно себе представить, что произойдет, если ФРС потребуется хотя бы вдвое сократить текущий размер базы. Изъятие ликвидности, представьте, мы из 85 миллиардов долларов секвестра этого прислали, то поднимали, сколько шума. Да, шум был такой, что нам не горелось. И до сих пор, хотя я подозреваю, что мы, конечно, купились немножко на американские политические игры. На шоу. Да, на шоу, потому что, конечно, там политическое столкновение, идеологическое плана очень серьезное, действительно такое идеологическое противостояние. И прекрасно обе страны отдают себе отчет, что надо сокращать долговую вакханалию, прекращать, сокращать свой долг. Просто методы идеологически различные. Нам непонятно, казалось бы, какая мышиная возня. Вот с нашей позиции, на самом деле, ого-го, какая. И не мышиная вовсе. Но из-за 85 миллиардов столько шума, из-за сокращения гигантской разросшейся базы денежной активов ФРС, которые неизбежно, видимо, придется рано или поздно как-то сокращать, конечно, не до 900 миллиардов. Там это уж слишком. Это нереально просто. Да, это нереально. Николай, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И, собственно, тема сегодняшней программы – это разговор о неком оптимизме на финансовых площадках. На глобальной рынке мы сейчас смотрим. Еще раз напомню, я в гостях Николай Кощеев, директор аналитического департамента промсиазбанка, и Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, спешите, присоединяйтесь к нашему разговору. Николай, прервал я вас. Мы ушли на новости. Итак, продолжаем. Ну, слушайте, я практически закруглил мысли, на самом деле, в этот момент просто говорил об эффектах масштаба предстоящей коррекции в денежной сфере. Но она нереальна, да, на ваш взгляд все-таки? Нет, она, я думаю, она просто неизбежна. Вопрос в том, как ее проводить, и не будет ли там то самое второе дно. На самом деле, спор между Европой, которая пошла по пути жесткой экономики, экономии, прошу прощения, получила жесткую экономику в результате жесткой экономики. Жесткой экономики, да, навязанной. Вот, и вот прекрасное там существование американцев, в которых там приподнялось немножко строительство новых домов, да, там покупки их и так далее, там делевереж произошел некоторый. Но вот спорт-то, на самом деле, более глубокий, да, потому что кто из них движется вперед? У меня просто есть опасение, что и те, и другие топчутся на месте, потому что, ну, американцы, ну, сделаем делевереж, да, будут домохозяйству готовы набирать новые долги, но найдутся ли идиоты, которые опять займутся этими джанк-деттами снова, да, опять вот этими мусорными кредитами, которые однажды уже довели до Цугундера, да, всю эту систему. Вот, а в Европе просто непонятно, на самом деле, а что у них в голове, да, потому что немцы, они абсолютно догматичны, и, в общем-то, на самом деле, я согласен с теми многочисленными наблюдателями над жизнью и с поведением немцев, в том числе, это люди, которые не очень занимаются стратегией, да, они там хороши совершенно в тактических операциях, они дисциплинированы, они все делают правильно, по схемам, по четким технологиям, как полагается, очень тщательно, да, но дело в том, что их стратегия не всегда вполне определена, да. То есть можно предположить, что если они видят вот проблемы финансовые, значит, надо экономить. Да, потому что они ортодоксы, да, и Трише был ортодокс абсолютно, посмотрите там на ставки, на историю ставок ЕЦБ против вакханалии, которую Гринспен устраивал. Это резервный. Да, и видно, что они следуют этому правилу Тейлора, просто изо всех сил на протяжении всей истории. Вот. Теперь господин Марио Драги, такое впечатление, будучи там, как его называют, голдмонитый такой, проамериканский ковбой, и я смотрю, что он тоже вдруг оказывается внезапно сдержан, у меня вообще такое впечатление, что продавили его некогда вот криками, ты же голдмонит, ты же американец, ты же делай что-нибудь, наконец. И он решил там буквально за несколько дней до Нового года сделать это Элтро, да, которое уже когда никто не ждал практически. Вот. Так что у меня насчет стратегии европейской, ну, разные подозрения. Европа очень сильно левая, кроме Германии, да, но Германия является автором вот этого, вот когда же иногда некоторые нонконформисты говорят их Рейха, да, империи, которая вот Евро... Еврозона. Еврозона, да, которые они, конечно, для них очень выгодны, потому что они там продают свой товар отчаянно, и сейчас ее потихонечку спонсируют там способами кредитования через вот эту Таргет-2 межбанковскую систему, вот. Но это же уж с ежом, да, или как там помесь ежа с ужом, и, в общем, все это очевидно, но, понимаете, есть еще один драйв, люди настроены на сотрудничество, а не конфронтацию все-таки. Даже Оланд с Меркель и то там, они оба очень конструктивны. И вот такое вот дикое мешанино, это создает колоссальное количество тейлорисков не только для российской экономики, которая только ими и живет, да, и для всей глобальной экономики тоже. Хотя, возвращаясь, Владимир, да, возвращаясь, или, может быть, переключая свой взгляд на российскую экономику, вот, в ближайшие перспективы зависимости, может быть, того, найдем мы оптимизм где-то, да, со стороны или нет. Что будет происходить, на ваш взгляд, в российской экономике? Наш, собственно, оптимизм появится откуда-то? Есть такая возможность? Тяжело. Или мы опять на цены на нефть будем смотреть? Хотя, собственно, последние, да, уже они... Цены на нефть, они даже высокие, они уже не поддерживают. Экономика сейчас растет на уровне 2% в лучшем случае и замедлилась там с начала прошлого года почти с 5%, почти в два раза. И пока там, с моей точки зрения, не видно тех источников роста, которые могли бы подтолкнуть. Того оптимизма. Да. Высокие цены на нефть не помогут, у нас действует бюджетное правило, в принципе, правильно, там, с точки зрения устойчивости бюджетной системы. В этом году, допустим, федеральный бюджет, он на самом деле будет консолидироваться. И только это одно может рост дальше продолжить сдерживать. Плюс у нас структурное замедление потребительского кредита. Последние два года потребительский кредит в России рос на 50-60%. Сейчас мы подошли к той точке, когда он постепенно начал насыщаться, даже там, без тех мер, которые ЦБ собирается предпринять в середине года. Тот же показатель, который я приводил в начале передачи, о платежам к доходам. Он в России сейчас приблизительно соответствует тому, что в Америке. Сейчас же. Да, у нас немножко разная структура потребительского долга. В Америке это долгосрочный долг, в основном моргидж, и довольно низкие процентные ставки. Соответственно, это делает вот этот показатель довольно низким. А у нас это потребительские кредиты под 25-30%. Соответственно, домохозяйство начинает уже чувствовать, что долговую нагрузку дальше наращивать не так просто. и существует некоторое понимание того, что там те же исключительно потребительские банки, они, наверное, постепенно переходили в так называемый сап-прайм-сегмент с понятными рисками для финансовой устойчивости в будущем. Вот это вот структурное замедление потребительского кредита, оно тоже будет давить на рост. С моей точки зрения, единственным рычагом сейчас, которым можно повлиять на экономический рост, в России остается, по сути, монетарная политика. Сейчас она довольно жесткая. Инфляция, да, высокая, но она высокая из-за временных факторов, таких как плохой урожай, повышение акцизов, то есть факторы, которые не связаны, на самом деле, с монетарной политикой. И вот здесь, наверное, я бы искал бы единственный источник роста. То есть я бы ожидал, что Центральный банк в той или иной форме начнет поддерживать, начнет стимулировать рост в ближайшие кварталы. Вот единственная надежда, наверное. Я понял. Николай, вы видите, какой-то оптимизм российский? Знаете, важнейший оптимизм присутствует в любом глубочайшем пессимизме, потому что это всегда, скажем, на пороге перемен каких-то, да, не всегда к лучшему, хотя бы движением. А движение, это, значит, жив организм. У России есть проблема номер раз, да, прямо сейчас. Она заключается в том, что у нас отсутствует какая-либо экономическая идея. Совершенно. Мы не знаем, куда мы идем, чего будет завтра. У нас идеи-то, в принципе, наверное, отсутствуют, и не только экономические. Ну, вы знаете, например, я не знаю, там плохие, хорошие идеи существовали там в разное время. Там была идея о том, что надо переходить от социалистической неэкономики к рыночной экономике, да, потом была идея, что надо воспользоваться правильно и перераспределить доходы от внезапно свалившихся на нас нефтяных богатств. Богатств, да, и так далее, и тому подобное. Теперь идеи нет совсем. Еще, там, я даже не помню, в каком году мне впервые стукнуло, значит, в макушку вот эта идея о том, что для нас не столько важен абсолютный уровень цены на нефть, сколько динамика его изменений, вот оказалось, что совершенно правильная идея стукнула. но дело в том, что даже нефть это больше не идея, да, что бы с ней не происходило, потому что даже если сейчас нефть неожиданно начнет расти там к двумстам вожделенных там некоторыми инвестиционными банками некоторое время назад, да, это не говорит о том, что немедленно у нас пойдет великоепный экономический рост просто по той причине, что для того, чтобы он шел, нужно понимать, во что мы инвестируем. Никто сейчас этого не понимает, а поскольку нет идеи сверху, нам не транслируется ничего, да, то, соответственно, мы находимся в большом смущении, собственно, а куда? Ну, представьте себе, что вот есть некое, что льется вода с неба, да, вот засушливая почва у нас там, как в Эмиратах Арабских, да, к примеру, вот с неба льется вода вдруг. Это монетарная политика, центральный банк открывает закрома в стиле там господина Бернанки Тирогринспена, начинает проливать сверху эту ликвидность. Дальше у нас существует два варианта, да, у нас есть к ней проводящая система в лице банковской системы, которая может оказаться там неожиданно с узким горлышком, вот она, тем не менее, впитает, да? Ну, окажется, что она у нас более-менее нормальная. Дальше начинает, собственно, сама экономика. Вот у нее два варианта. Это земля более-менее рыхлая, тогда вода туда впитается, и семена начнут прорастать. Да, если у вас там каменная почва, то сколько воды сверху не лейте, вы ничего кроме инфляции не получите. В нашем случае это второй вариант, как раз. Ну, я надеюсь, промежуточный вариант, все-таки, потому что экономика большая, да, все-таки худо-бедно-рыночная. Говорят, правда, до 300 тысяч индивидуальных предпринимателей за последний год закрыли свой бизнес из-за новых налогов, да? Вот, но дайте хотя бы идею, да, и хоть кто-то начнет спахивать землю, да? А если не идею, то хотя бы гарантируйте, что изменений не будет. Люди же прекрасно видят, что происходит, на самом деле. Они видят, ловят эти изменения, которые в верхних там эшелонах происходят, да? Наблюдают, что-то домысливают, в колоссальном, конечно, домысливают, потому что, естественно, пока прозрачности нет, то вот они, вот они, перед тобой сплошные тыл риски. Вот этот хвост из этих рисков там становится чуть ли не выше, чем середина этого распределения, да, стандартного. Поэтому монетарная политика, это прекрасно, но хотелось бы, чтобы почва, вот которой золотой дождь там льется, чтобы она что-то все впитывала и была более плодородной. А пока, я думаю, что некоторые даже зонтиком предпочтут закрываться вот от этого. Владимир, вот говоря, опять продолжая, да, мысль Николая, говоря о поиске идей каких-то, созданием международного финансового центра, насколько реально в сложившихся условиях, на ваш взгляд. Ну, с моей точки зрения, почву, наверное, надо рыхлить тем... В другом месте. Ну, не только, не то, что в другом месте, везде надо рыхлить. Везде надо рыхлить под каждым кустиком, да. То, что пытается, во всяком случае, кажется, что пытается делать правительство, это смягчить условия ведения бизнеса для бизнеса. Существует там довольно большой ряд инициатив агентства по стратегическим инициативам, как правильно, как упростить бюрократические процедуры открытия бизнеса там и так далее, и так далее. Это, наверное, должно помочь. Но пока, с моей точки зрения, это больше похоже на то, что мы пытаемся сорвать самый низковисящий фрукт, да, а инициативных реформ не проводится. То есть, в конечном итоге, что сделает жизнь для бизнеса легче, это там правильная судебная система, которая будет вносить решения там не в пользу каких-то заинтересованных круга лица, а в пользу законодательства. Соответственно, есть какое-то понимание того, что правительство озабочено этой проблемой, что оно видит, что, да, действительно, стимулировать просто спрос уже не работает. Это работало, может быть, последние 10 лет, но теперь это уже не работает. Да, монетарная политика, я здесь полностью согласен. связави, монетарная политика хорошо, но нужно куда-то деньги вкладывать, а, соответственно, чтобы они вкладывались, чтобы они в конечном итоге не выливались в огромный отток капитала, который у нас сейчас наблюдается, нужно улучшать условия для этих инвестиций. Я понял, я понял. Сейчас у нас вновь время послушать новости на Финам.ФМ, ну, а потом продолжим разговор. Итак, друзья, продолжим, а точнее будем заканчивать. Уже 12 минут осталось нашего эфира и разговор наш. Теперь, если позволите, уважаемые гости, мы повернем на отечественный фондовый рынок. Это всегда интересно, наверное, но как минимум нашим слушателям точно. Тем более, вот есть вопрос, и вопрос Николаю от Андрея из Иркутска. Ваше мнение по акциям Сбербанка обычным, их ближайшие перспективы, там, я не знаю, динамика. Я тоже страшно извиниться перед Андреем. Я настолько давно не смотрел на фондовый рынок, что здесь постараюсь просто помолчать. Мне бы хотя бы график посмотреть этого Сбербанка. Это немножко, в последнее время это был не мой хлеб, то, что называется. Я понял. Хорошо, хорошо, ладно. Давайте поговорим о перспективах собственно отечественного рынка в целом, может быть, ну, вот опять в призме того, что мы уже обсуждали. Владимир, как вы считаете, оптимизм из Америки ли или, может быть, какие-то другие события, как будут действовать, какое влияние будут оказывать на российские акции, на российские индексы, что будет вообще в ближайшей перспективе, потому что отток капитала, мы его сегодня с вами уже вспомнили, не дает ему ни расти, ни падать, ну, по крайней мере, сейчас. Мне кажется, единственное, что, наверное, может подтолкнуть наш рынок, это скорее какие-то внутренние факторы. Если в том числе иностранные инвесторы будут видеть какой-то прогресс на пути так называемых структурных реформ, тогда да, тогда мы увидим какой-то рост фондового рынка. То есть сейчас недостаток интереса к отечественному рынку связанным с этим, да? И это видно, там, дисконт нашего рынка по отношению как к развитым, так и к развивающим рынкам, он огромен. Он сохраняется на довольно высоком уровне с начала кризиса. И пока ничто его не смогло развернуть. Соответственно, с моей точки зрения, единственное, что могло бы его развернуть, кроме высоких цен на нефть, а мне кажется, вряд ли на них стоит рассчитывать, учитывая те изменения, которые на энергетическом рынке в мире происходят. Это, наверное, поворот в правильную сторону политики экономической. То есть то, о чем мы говорили, опять надо удобрять, удобрять надо, да? Ну, вы знаете, дело в том, что скапывать и удобрять. Что рынок все равно никогда не стоит на месте, да? Даже когда он на дне, это значит, что он от него оттолкнется. Но он сейчас не на дне. Дело в том, что существует время, когда можно инвестировать в индексы, ожидать чего-то хорошего, да? Время, когда заниматься вот таким вот собиранием, да? Отдельных выпусков, какими-то отдельными очень короткими историями и так далее. Вот, скорее всего, сейчас именно такое время, потому что на сегодня рынки, ну, прежде всего, Соединенных Штатов, да, несмотря на то, что они многими называются переоцененными, да, но вот так сложилось на сегодняшний день, что они привлекают к себе значительно больше внимания, чем особенности нашего рынка, просто в силу того, что вот этот составляющий розетил риск, да, то есть, хвостовой риск, который в нашей оценке, он непомерно высок для любого инвестора, который существует на нашем, да, действует с нашими активами. Ну, и понятно, что, конечно, эта история с укреплением рубля, мы видим, что нет большого, большой активности на рублевом рынке, несмотря на евроклир, да, ничего этого нет. Ну, видимо, уже отыгралась эта идея. Эта идея отыгралась, да, давным-давно, она отыгралась на ограниченных сегментах рынка, достаточно, как выяснилось, да, что с рублем ничего особенного не произошло, никаких сильных движений не было, хотя, ЦБ его вроде отпустил чуть-чуть, да, не до конца. то есть, тема России явно не интересна для международных инвесторов, мы внутри себя не очень готовы, господи, нам хотя бы с пенсионной реформой разобраться наконец, это же просто уже становится какой-то притчей выязыц, да, эти беспрерывные метания с пенсионной реформой, о каком-то там серьезной поддержке рынка можно говорить, каких-то там долгосрочных трендах, когда у нас завтрашний день в непонятном каком состоянии находится, да, поэтому, конечно, время для того, чтобы играть на отдельных историях, пытаться, да, если у кого-то там достанет мастерство для этого. Я понял, я понял. Добавишь что-то, Владимир, по поводу отдельных историй. Я, к сожалению, промолчу, потому что мой хлеб это тоже не совсем рынок акций. Я понял, ну давайте в этом случае поговорим о валютном рынке, о рублей, о динамике его, вот эти 30 рублей за доллар. Слушайте, а давайте поговорим об одной... Некоторое время назад, ага. Давайте поговорим об одной интересной вещи, на мой взгляд, и, конечно, не возражайте. Дело в том, что я только что из Белоруссии прибыл, где, значит, наблюдал знакомую нам по 90-м годам картину, да, и самое занимательное, что у нас тема периодически муссируется тоже здесь примитивно к России, вот, и опять поднимается, и опять на гребне вот волны, то есть трендит там как-то, но вроде как не столь в мейнстриме, как это было когда-то. Вот. Собственно говоря, Белоруссия это пример вот такого вот развития экономики, которая была основана на большой ликвидности, да, она была основана на очень мягкой денежной политике, на зависимом центральном банке, на административном распределении, установлении ставок и всем таким прочим. Сегодня денежная сфера находится в абсолютно раздраиваемом состоянии, ставки чрезвычайно высоки, по кредитам и достигать 70% для физических годовых, по депозитам до 40-50% доходит. Причем оказывается там существует даже возможность арбитражами, депозитами и кредитами, что говорит о том, что рынок просто не существует. Вот. Экономика потрясающей открытости, она до 70% ВВП это экспорт товаров и услуг, почти 40% естественно приходится на Россию, почти 50% если считать полный товар, оборот, а не только экспорт. и произошел развал рынка как бы на две составные части, развал экономики на экспортную экономику, на импортную, на, прошу прощения, на экономику, направленную на внутренний спрос. Вот им дают советы S&P, то есть ребята, давайте повышайте внутренний спрос, потому что у вас колоссальная концентрация рисков в экономике, все на экспорт, и все на внешнюю торговость России завязано. Возникает вопрос, а как, если кредит более-менее разумный, долларовый доступен исключительно экспортерам, а кредит в белорусских рублях при колоссальном валютном риске доступен исключительно вот тем, кто как раз направлен в первую очередь на внутренний спрос, вот под эти 70% и так далее. если там сейчас провести денежную политику какую-то, то есть продолжать в эту денежную политику, когда она не впитывается, эта масса, вот тот самый случай, о котором мы говорили, то мы будем иметь самые плачевные последствия. Единственный путь Белоруссии к какому-то дальнейшему движению, к прогрессу, это стабилизация валютной сферы, потому что вера в местные валюты практически потеряна. То есть им нужны валютные резервы просто как вот хлеб, как воздух для дыхания. И еще одна страна, которая нам показывает пример вот такой вот специфической экономической политики среди вот, когда мы сейчас упоминали о том, что добываются энергоносители теперь из новых источников, да и так далее. Есть, представьте, есть ренегат, в котором с начала вот этого века, 21-го, добыча нефти упала на 25%, на четверть. И что это страна? Это Венесуэла. Вот, и лишний повод к нам задуматься о том, чтобы вот преодолеть нашу стагнацию на фондовом рынке, преодолеть наше отсутствие безидейный дрифт экономики неизвестно куда, заключается в том, чтобы мы всерьез задумались о том, что те перемены, которые происходят сегодня в мире, в мировой экономической парадигме, они имеют к нам весьма посредственное отношение, и мы не понимаем их, недооцениваем их и смотрим, я просто не могу... Они в принципе опосредственное отношение к нам имеют, или именно потому, что мы их воспринимать не можем? Мы их не можем воспринимать, скорее всего, у нас какой-то, мне кажется, поразительный интеллектуальный голод на этот счет, колоссальное количество людей исповедует, причем те, кто задействованы в реальном секторе, исповедуют ту же идею, которая привела Белоруссия вот на девальвацию ее валюты, которая когда-то привела и Российская Федерация к девальвации ее валюты. Мы должны уметь ценить то, что у нас есть сегодня. И, кстати говоря, в связи с этим тот курс рубля, который мы сегодня имеем, достаточно стабильный в принципе. Может быть, это там кого-то и не устраивает, что хочется его укреплять дальше, но я думаю, что это одно из наших колоссальных достижений, если мы там посмотрим вокруг себя. На самом деле, для реального сектора стабильный курс рубля это вот то, что доктор прописал. Но мы должны понимать, чтобы он, чтобы мы были, очень важно, чтобы и производитель, и потребитель были уверены в завтрашнем дне. Это говорит о том, что это политика, которая вот сегодня обеспечивает относительную стабильность курса рубля, чтобы этот курс в дальнейшем не совершал резких и ужасающих прыжков. Единственный для нас путь на сегодня, потому что наша энергетическая сфера действительно находится, на мой взгляд, под серьезной угрозой из-за того, о чем мы сегодня говорили много раз, это, конечно, сохранение тех резервов, которые у нас есть. Слава Богу, они более-менее стабильны. К сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что они будут расти дальше, накапливаться так, как будет, потому что притока иностранного капитала нет фактически, есть отток российского капитала, в том числе на приобретение активов за рубежом, слава Богу. Но вот одна из, по-моему, важнейших задач наших монетарных властей, это не столько оперировать ставками, сколько подумать о том, чтобы резервы оставались у нас, потому что что будет завтра, Тейлориск, с другом. А, кстати, оперировать ставками, да, вот о чем Владимир говорил, ближайшие заседания и высокая процентная ставка, есть ожидания, что может Центробанк снизить? Думаю, нет. Мы более-менее согласны с концентральным с мнением, что пока не произойдут изменения в Центробанке, они вряд ли будут снижать ставку, да и плюс высокая инфляция. По поводу руководства, да и плюс высокая инфляция, она пока не дает поводов для этого. Один из Тейлорисков это смена руководства Центробанка. Вот один из серьезнейших рисков. А что мы знаем? Мы знаем только слухи, да, последние мы знаем, что вроде как Набиулина, да. Ну, один из вероятных. Да, один из вероятных. Вам понравится мне фраза еще. Кто будет завтра? Ну, это известно, что наш президент умеет пошутить и иронию свою донести до людей, поэтому сказано это с иронией. Вы понимаете, ловим каждое дыхание, там, я не знаю, каждое там шевеление пальцем или, как говорил Наполеон, дрожание там левой икры есть божественный признак. Все это не добавляет большого оптимизма и рынку тоже, в том числе, естественно. Да. Ну, хорошо. Уважаемые гости, огромное вам спасибо. Будем заканчивать. Я напомню, уважаемые слушатели сегодня в гостях были. Николай Кощеев, директор аналитического департамента промсвязь банка и Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Собственно, занимались мы весь час практически поисками оптимизма на глобальных рынках. Всегда оптимизм присутствует, всегда с нами. Иногда мы просто его не видим, потому что вот за плечом где-то. Ну да, и в конечном итоге пришли именно к этому мнению. Просто сейчас пока его не видно. Надо, видимо, подождать, надо присмотреться, и он обязательно появится. И, собственно, этого мы вам и желаем. Всего хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке.